Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, о самых интересных событиях в жизни городского округа Люберцы и также о людях, которые здесь и живут, и работают, и занимаются очень интересными практиками, я бы так это сказал, потому что сегодня речь у нас пойдет о моржевании и закаливании. Сегодня в студии первый заместитель председателя Совета Московской областной организации Всероссийского общества спасения на водах, вас вот Роман Ильич Калинов и Александр Константинович Богданов, руководитель центра закаливания. Здравствуйте! Сразу же у меня такой вопрос, самый простой и не требующий такого длинного ответа. Если есть теплая вода, зачем же в холодную-то лезть? Чтобы быть здоровым, чтобы не болеть, чтобы не обращаться к врачам, не тратить деньги на лекарства. А как же тогда сауна? Мы совмещаем это как раз вот контрастные процедуры. Горячая баня и холодная вода. Знаете, где у меня то же самое получалось? Я вот сейчас вспомнил, мы с вами пересеклись на Байкале. Это когда шикарный Байкал холоднючий и хочется в него и не может. И там прямо на берегу Байкала ставят такие небольшие саунки маленькие. Вот ты там посидишь и с криками «Ура!» выпрыгиваешь в этот Байкал и бегом оттуда обратно. Но если говорить серьезно, то дело в том, что 30 ноября здесь пройдет фестиваль здорового образа жизни «Золотой шлем» 2019, я так понимаю. И это должно, наверное, стать традицией. Александр, вот скажите, пожалуйста, что за фестиваль? Почему называется «Золотой шлем»? А потом уже поговорим, причем здесь организация спасения на водах. Это уже мы к Роману Ильичу с вопросами. Ну, то есть, чтобы прийти к этому фестивалю, наш путь составил, так сказать, четыре года. То есть, началось все с крещенских купаний на Малавском озере. И вот мы объединились с единомышленниками и решили как-то назвать наше сообщество. И идея сразу пришла в голову, то есть Малаховка. То есть, мы все помним нашу кинкомедию «Джетельмена удачи» Александра Серова, режиссера. Ну, то есть, «Джетельмена удачи» мы помним, не важно даже какого года, важно, что там-то и есть этот самый «Золотой шлем», правильно? И по сценарию шлем Македонского был спрятан как раз в Малаховском озере. Именно в Малаховском? Да. Когда как раз вот Георгий Витцин говорит в Малаховке, он шлем спрятан. И сразу пришла идея назвать наш клуб «Джетельмена удачи». И вот поэтому у нас была идея такая организовать фестиваль «Здорового образа жизни». Вот мы четыре года к этому шли. Периодически проводили мероприятия на Малаховском озере. И вот сейчас стало возможным провести данное мероприятие только уже в другом месте на большом либерестском карьере. Немножечко хочу что сказать по вопросу, как мы объединились. У нас есть учебно-методический тренировочный центр «Осводы», где мы обучаем профессионально на матросов-спасателей, на активистов на воде, на спасателей для работы на пляжах. Также обучаем судоводителей. И в рамках обучающего процесса мы увидели, что некоторые люди занимаются зимним плаванием. И один из наших, который Александр прошел курсы спасения, было предложено создать совместно центр. У «Осводы» есть возможность выставить территорию, где это возможно проводить, где можно собраться, где есть безопасность, где есть спасательная служба. Все предусмотрено как раз для целей массовых мероприятий именно спортивных. В том числе у нашей организации также есть Федерация спасательного многоборья. Мы также занимаемся одним из видов спорта. Мы также познакомились и решили, что клуб у нас будет заниматься как закаливание и зимнее плавание. Потому что Александр, он профессионал по плаванию. У нас есть еще люди, которые плавают на дальней дистанции. Ну и вот здесь, в общем-то, так сложилось, что… Все сошлось. Звезды сошлись в одно место. И, в общем-то, и как спасатели ребята работают, они же сами могут предоставлять мастер-классы также. Я, как вы понимаете, не могу отпустить вас, не задав несколько вопросов по поводу спасения. Почему? Потому что потом мы вернемся к теме закаливания и моржевания, потому что это у нас отдельный такой будет участок программе. Вот те люди, которые бывают на отдыхе в самых разных районах и так далее, мы видим, что вроде бы спасатели есть, но есть места, где ты чувствуешь себя защищенным. Ну, как-то я даже не знаю, вот ощущение защищенности присутствует. А есть, где вроде спасатели есть, вроде какая-то лодка, ты так на него смотришь и понимаешь, что не получится. Да. Вот существуют на сегодняшний день в России какие-то нормы, касающиеся правильной организации отдыха населения? Да, вы очень правильно и своевременно задали этот вопрос. Действительно, до 2019 года не существовало определенных норм и требований именно по развитию пляжных территорий или же мест купания, назовем мест массового отдыха у воды или вокруг них. И наша организация вместе с МЧС, вместе с Минтрансом, вместе с Министерством промышленности вышли с предложениями создать эти все нормы. И на протяжении трех лет, мы планируем, что уже все общественные слушания прошли, есть нормы положения мест массового отдыха на водных объектах, где предусмотрены те как раз минимальные нормы, которые должны быть для обеспечения безопасности. Там же предусмотрено также ежедневное нахождение нашей спасательной службы, которая сформируется как из членов добровольцев, так же и из профессионалов, которые непосредственно это выполняют. И тем самым мы еще в рамках всего этого, на сегодняшний день нормы, которые позволяют заниматься, мы, конечно, помогаем муниципальным образованием в части развития этих зон отдыха с комплексным обеспечением безопасности на водах. А у спасателя серьезный курс он проходит. Вот я просто, ну к чему, мы же иногда этого не замечаем, только когда, не приведи Господи, несчастье происходит на воде. То есть это такая серьезная подготовка, потому что так вроде смотришь, я отобрал внимание, что на хороших, скажем, европейских пляжах, да, ну где-то там, где много денег, там прям все такие вот, ну все спортивные такие, накаченные все. А у нас кое-где можно увидеть такого человека, что он и бежать тоже не может спасателем работать. Ведь это какая-то серьезная физическая подготовка. Да, безусловно. И мы поднимали и ставили вопросы в Министерстве труда, и на сегодняшний день мы все-таки вместе с МЧС добились того, что профессия спасатель на воде, она также является не просто там вот пойти, там, да, круг кинуть, или как каждый мы можем это сделать, но она требует, естественно, физической подготовки. Во-первых, если человек уже пошел на дно, как минимум надо знать, что глубина до трех метров можно спасти, потому что уже начинается другой процесс. И здесь, естественно, наши спасатели, ну, они просто к этому обучены, они знают, как оказать первую медицинскую помощь, как нырнуть и вытащить, и по крайней мере. Ну, могут долго под водой находиться. Абсолютно верно. Потому что если, когда при обучении, они могут, должны проплыть 50 метров под водой, и, естественно, с зоныром на 2 на 3 метра глубины. Поэтому здесь это не просто как бы добровольцы. Добровольцы можно назвать членами фаслода, которые приходят, и они могут там, да, раздать там файлики, купаться здесь запрещено, или наоборот, что купайтесь. А здесь уже практически спортсмены. А здесь, да, в основном спортсмены. Люди по-прежнему тонут. Чаще всего, почему? Алкоголь? В большей степени, конечно, алкоголь. В большей степени. И, конечно, вот, хотелось бы обратить внимание по детям, да, именно по этому поколению. Очень много, конечно, родителей не очень обращают внимания, когда приходят, да, невнимательно за, как раз за ребенком. Мы же, конечно, как организация предусматриваем, мы тоже думаем об этом, потому что статистика, в общем-то, неутешительна, если брать по всей России. Даже если мы берем нашу Московскую область, в общем-то, мы, ну, достаточно, пусть там с приезжими, ну, достаточно, в общем-то, тоже не на последнем месте, да, на первом. Поэтому мы предусматриваем и предлагаем все-таки рассматривать вопросы создания социально ориентированных объектов, где предусмотреть не везде, но хотя бы в каждом муниципальном образовании один пляж для детей, по крайней мере, где те же родители могли бы оставить ребенка, не боясь. Вот мы, в общем-то, стоим на таком моменте. При этом, естественно, не будем сейчас говорить о проблемах, сколько детей утонуло, вы знаете, да, и карельские вопросы. Да, много, все время какие-то новости приходят. Абсолютно верно. Причем, неважно, холодно, тепло, любое время года. Абсолютно верно. Поэтому, конечно, мы ставим вопрос на сейчас в рамках обучения и в рамках этого фестиваля популяризацию этой деятельности в рамках добровольчества, популяризации именно здорового образа жизни. И каждый человек, я думаю, что все-таки ему будет интереснее даже научиться и знать, оказать помощь друг другу в беде. Я считаю, что это тоже верно. Почему? Потому что, по крайней мере... Самообучаемый процесс у нас происходит. Знаете, есть организации незаметные. Полиция у нас, организация заметная, может быть, даже слишком. А ваша организация, она незаметна, вроде бы и хорошо, да, люди отдыхают, пляж, все хорошо, но если, не дай бог, что-то происходит, то от работы одного, может быть, один из взятого спасателя может зависеть и не только жизнь человеческая, что самое ценное, но вообще имидж этого пляжа, этого курорта и всего остального. Я бы хотел еще на один момент добавить, что все-таки спасатель, он должен быть на пляже, но не только спасатель. Все-таки сама организация, работ, ты в рамках норм, спасатель, это уже звено, которое, не дай бог, что случится. Но все-таки изначально нужно, чтобы люди знали, что можно, а что нельзя, хотя бы мелкие такие основные. У нас сейчас минута до перерыва остается, я Александру хочу вопрос такой адресовать. А как вы согласились на такую вот связь неожиданную, казалось бы, вы-то как раз лезете туда, где вас должны, по идее, спасать? Как-то вы так соединились? У нас раньше не было площадки, на которой мы могли проводить свои мероприятия, фестивали. И благодаря вас в воду теперь у нас есть площадка, на которой мы можем проводить наши фестивали здорового образа жизни. Вот как раз мы называли «Золото шлем». Главное, что спасатель всегда рядом. Мы и сами спасатели. Ну, это понятно. Нет, ну, кстати, спасатель-спасатель, сам-то себя за волос ты не вытянешь в любом случае. Всякое же в жизни бывает. Мы сейчас идем к перерыву. Напомним, что во второй части мы как раз поговорим, собственно говоря, что такое, зачем это нужно, что заставляет людей отправлять свое тело в холодную воду. У меня аж прям мурашки бегут сразу же. Но в этом есть определенный смысл. И в этом нам помогут наши гости. Через некоторое время напомню, что у нас в гостях Роман Ильич Калинов, первый заместитель председателя Совета Московской областной организации Всероссийское общество спасения на водах в АСФОД, и Александр Константинович Богданов, руководитель Центра закаливания. Обо всем подробнее поговорим через некоторое время. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня мы говорим о моржевании и закаливании. Совсем скоро пройдет фестиваль «Здоровый образ жизни. Золотой шлем». Об этом мы поговорили в первой части с нашими гостями. А в студии у нас первый заместитель представителя Совета Московской областной организации ВАСФОД. Это Роман Калинов и Александр Богданов, руководитель Центра закаливания. Ну вот, собственно говоря, следующий вопрос к Александру. Вот скажите, мы помним, я помню вернее, про Порфирия Иванова. Мы помним, что в конце 80-х, в 90-е годы много было всяких разговоров. Одни говорили, что только в холодную воду, что с утра нужно холодное на себя вот это ведро. И даже, помните, были всякие флешмобы, ведра с водой на себя выливали и так далее. Потом многие врачи говорили, что нельзя этого делать, а если и делать, то только с определенной подготовкой. И не каждому это можно, потому что сердце у нас одно. Вот пару слов вообще о закаливании, моржевании. Я так понимаю, что сначала идет закаливание, а потом получается морж. Все верно. И каждый ли может стать моржом? Что для этого нужно? Ну, закаливание считается, моржевание считается экстремальным видом закаливания. И поэтому мы всех обучаем, всем рассказываем, что перед тем, как если человек решил быть моржом, то обязательно нужно будет проконсультироваться с врачом. Кому нельзя? У кого проблемы с сердцем, наверное, в основном? Сердечно-сосудистая? Это тем, у кого есть хронические заболевания, сердечные проблемы, проблемы с щитовидной железой, потому что идет резкий выброс гормонов. И поэтому обязательно нужно сначала проконсультироваться с врачом. А что такое закаливание? Как правильно? Опять же, для каждого своя программа существует? Или просто действительно окатил себя холодной водой? И что надо? Голову, руки, ноги или все тело? Как правильно? Ну, правильнее это контрастный душ, начинать с горячего и закачивать холодным. Но обязательно, чтобы в этот момент не было никаких болезней. Ни респираторных, ни температуры. И такой вопрос, максимально холодная должна быть последняя? Вот сейчас у нас уже зима окончательно постучалась в окно. Нет, начинать надо с комфортных температур, то есть с прохладной воды. Но не с кипятка, чтобы не распаренный был. Именно, чтобы если человек никогда этим не занимался, то мы всем рекомендуем этим заниматься круглый год. То есть закаливание – это система. То есть система закаливания. То есть нужно постоянно заниматься обливанием холодной водой, контрастный душ каждый день в течение года, каждый день. Это каждый день это делает? Ну, контрастный душ, когда человек уже этим занимается, то для него это обычно. То есть для вас наступают моменты счастья, когда выключают горячую воду и все там с какими-то тазиками носятся, я имею в виду, знакомые, друзья. А вы смело, ну, наконец-то, 9 дней моих, когда я душу могу отвезти. Ну, мы спокойно к этому относимся. И вот еще, да, про крещение хотел бы рассказать, когда тоже это сейчас… Ну, это стало модно, давайте говорить, да? Не все это делают с каким-то чистым побуждением, а многие считают, что это элемент праздника. И не стесняясь, пьянами идут и вот в эту прорубь опускаются. Религиозный момент. Да. Для одних религиозно, а для других просто такая мода. Ну, то есть, я смотрю, за последние 4 года уменьшился процент людей в алкогольном состоянии. То есть, мы постоянно, то есть, находим, организуем купание на Малахском озере, вот сами принимаем участие. И идет такая тенденция, что, то есть, процент уменьшился. Но все равно, то есть, даже если человек здоров, то есть, холодная вода, это моржевание, это вот экстремальный вид закаливания. И поэтому, то есть, когда человек лезет один раз в год в холодную воду без подготовки, это очень огромный стресс для организма. И поэтому, все равно, даже если вот на крещение, все понимаем, что это религиозный момент, это традиции, но обязательно консультация с врачом. Потому что все возможно, и вот очень много осложнений бывает как раз вот. А, кстати, я вот хотел к Роману Вичу такой вопрос адресать. Скажите, а бывали такие случаи, что приходилось человека спасать во время таких вот купаний, во время вот крещенских, да? Да, такие случаи бывают, конечно, но к счастью, что их как... Ну, просто человеком, может, сердце на какое-то время остановится. Да, это бывает, да, это может, тут несколько случаев было у нас. Вот, ну, там сердце чисто из-за перехлаждения видно, наверное, там еще и присутствует алкогольное опьянение, безусловно. Просто там, где есть спасатели, там, где есть, значит, медики, вероятность, конечно, спасения велика, но мы же знаем с вами, что люди-то эти проруби могут где-то у себя там в районе дачи пробить и так далее. Вот в этом случае, если человек, например, трезвый, да, но он раз в год, как вы говорите, делает, вот что для этого надо? Может, не рисковать? Ну, вы абсолютно верно говорите, лучше, конечно, не рисковать, но в целом, знаете, вот опять Александр говорил немножко про статистику, да, в принципе, все клубы так или иначе между собой связаны. И так или иначе, все те, кто имеет желание этим заняться, да, там, или профессионально, или же непрофессионально, или просто подойти, допустим, некоторые приходят, чтобы можно пойти как раз на крещение, искупаться и не бояться вот этого момента холода. Конечно, в этом случае вот Александр наш обучает, как это правильно сделать, и мы все равно это делаем через баню, безусловно, потому что невозможно это делать, вот просто, сами понимаете, от холода. Но так в целом. Понятно. Ну вот теперь такой глобальный вопрос, и хотелось бы у Александра узнать, а зачем вообще это все? Ну, смотрите, вариант номер один. Есть люди, которые вообще моются, как раньше, по субботам, один раз в неделю, где-то банька срублена или еще что-то. Я помню еще, вот, например, у меня уже в доме была ванная, комната, все, но ванна стояла на кухне, потому что она не предусмотрена была вообще. А во дворе дома была баня, куда люди, значит, по субботам ходили мыться. Ну, в армии, например, тоже остался такой принцип, сейчас не знаю, может быть уже. Это то, что касается чистоты тела. А задумываться о том, чтобы еще в холодной воде мыться, зачем это нужно? И где-то оказано, что это действительно полезно влияет на организм, и что можно фестиваль по здоровому образу жизни проводить, умываясь холодной водой. Ну, вот, на личном, на собственном примере я бы хотел именно по себе сказать, что вот я этим занимаюсь серьезно закаливанием 5 лет. То есть мы это делаем круглый год, в летний период за неимением холодной воды. Мы ездим на святые источники, очень много под Москвой, где вода 3-4 градуса, так же, как и зимой. Поэтому мы каждую неделю стараемся и весной, и летом, то есть себя держать. Затем? Вот докажите мне, что это хорошо. За 5 лет я ни разу не болел. У меня не было температуры, максимум насморк один день. Может, совпадение? Нет, не совпадение. Это может быть год. Но в течение 5 лет именно по себе, на личном опыте. А я вам подскажу еще одну теорию. Вы же, наверное, слышали, и наши телезрители тоже, что сейчас существует такая тенденция заморозки. Что если человека, мол, заморозить, ну, есть такие, и через некоторое время его разморозить, значит, он будет жить дальше. Пока, правда, это только на уровне догадок и кинофильмов, но, тем не менее, холод, оказывается, на человека, некоторые считают, влияет положительно с точки зрения замедления старения организма. Это действительно так? Ну, сейчас, многим известно, что есть такой вид терапии, криотерапии, криосауны. То есть, процедура эта стоит для одну тысячу рублей. Вот, холодная вода, это такая же криосауна, только безоплатная. Но правильно, что холод может положительно влиять на организм? Ну, холод положительно влияет на организм, если, то есть, организм. Если человек здоров, у него нет противопоказаний, сердце, и именно холод, кратковременное воздействие, то есть, не какой-то, там, большой перемужет, а именно 5-10 секунд. То есть, фанатизм никогда не нужен, и кратковременное воздействие, оно всегда благоприятно, если именно нет противопоказаний. Да, но вы-то у нас уже профессионал, вот, и Роман Ильич упоминал об этом. Скажите, вы участвовали, как долго вы можете находиться в холодной воде, вы участвовали в каких-то соревнованиях, что это за соревнования? Ну, да, сейчас вот зимнее плавание уже проводится, чемпионат мира по зимнему плаванию. В 2016 году я участвовал в чемпионате мира в Тюмени. То есть, съезжали спортсмены со всей планеты, и вот были река Тура, как всем известно, в Тюмени. В реке Тура был вырублен бассейн, 10 дорожек, и спортсмены со всей планеты соревновались на скорость, дистанции были 25, 50, 100, 400 метров. 400 метров. В холодной воде. По-моему, он же доплывал в таком, как льдина. Ну, там на такие соревнования приезжают именно профессиональные пловцы, именно люди, которые из плавания, из профессионального, приходят и забирают там все золото. Ну, логика-то есть, если отбросить весь, так сказать, все лукавство и юмор, потому что если человек активно плывет, то есть, его организм-то, он же действует, ну да, в холодной среде. Но тем не менее, как мы видим, что хороший бегун, да, он же бежит, он же не в шубе бежит, правильно? Вот, но тем не менее, вы на какой дистанции работали? Ну, максимально 400 метров. 400 метров. Это сколько по времени вы проходили эту дистанцию? Ну, минут 20. 20 минут в воде, температурой? В термошортах. Ну, термошорт-то ладно, но вы же не полностью в термошортах. Нет, конечно, можно так, чтобы и в глазах такие, эти самые. 20 минут, и чего, не сводит ничего? Ну, когда есть подготовка, ну, это именно для единиц. Для здоровья именно достаточно просто, чтобы закаливание был как образ жизни, именно эта систематичность. Да, и вот тут мы переходим к моржам. Сколько морж должен в среднем находиться вот в своей, так сказать, холодной воде? Ну, допустим, если вот моржами называют только вот, то есть людей, которые в холодную воду, окунаются только в России и в Польше. В Америке таких людей называют белыми медведями, в Финляндии нерпы. То есть моржи, это только вот у нас и в Польше. Ну, у нас медведь это особая, да, история, а нерпы тоже как-то так попахивают законом, нехорошим, какими-нибудь. А моржи это... А вам приятно себя ощущать моржом? Ну, мы себя называем белыми медведями, потому что моржи. Белые медведи, они именно вот, то есть они по 200-300 километров проплывают в холодной воде. Поэтому именно медведи, они на дальней дистанции. А моржи на короткие? А моржи, ну, люди моржи, вот они... А нерпы тогда на сколько идут? Ну, и бывают банные моржи, там тоже как подкасты существуют. С этим никогда не знал, что такая огромная классификация. Ну, для здоровья мы рекомендуем именно баня и контрастные процедуры. Ну, три захода за банную процедуру, не больше, именно кратковременность. Чтобы вы понимали, что не нужно дома набирать холодную ванну, в неё окунаться, потому что всё равно вам нужна будет какая-то тёплая вода. То есть всё надо делать правильно. Я так понимаю, что на фестивале «Здоровый образ жизни» люди придут и смогут задать какие-то вопросы. И кто-то захочет попробовать, может быть, станет вашими коллегами, а там, глядишь, и будут участвовать в этих, на мой взгляд, всё-таки странных соревнованиях. Но любопытно, конечно, на месте там оказаться и понаблюдать. Александр Константинович Богданов, руководитель Центра закаливания. Вам мы желаем успешно провести фестиваль, с вашей стороны, скажем так, и достижения в качестве белого медведя, как мы теперь выяснили. И Роман Ильич Клинов, первый заместитель и представитель Совета Московской областной организации «Восфот». Вам мы желаем поменьше работы в таких случаях, правда? А лучше сконцентрироваться на создании и помощи проведения таких фестивалей. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова